В Якутии люди возмущены резким ростом цен на авиабилеты. По сравнению с прошлым годом они подорожали в три раза. Для большинства семей летний отпуск стал недоступным. Жители республики собрали подписи и направили петицию в Федеральную антимонопольную службу с требованием разобраться в ситуации. Теперь ждут ответа. Роман Кутуков подробнее. Многим жителям Якутии приходится срочно менять планы на лето. Путешествия в другие регионы стали им недоступны. Сказать, что мы возмущены, это очень мягко. Это, мне кажется, очень просто безумная наглость. Люди едут ледочиться, люди едут учиться, люди едут по иным важным целям, их не отложишь. Мы тут сидим отрезаны от мира. У нас нет ни моста, ни дорог, ни машины, поезд дотуда, до бестяха. Все. Билеты на самолет до Сочи и обратно для семи из четырех человек теперь стоят 250 тысяч рублей. И это только сам перелет, не считая затрат на отдых. Чтобы слетать в Москву, потребуется чуть меньше 200 тысяч. Алена Федорова составила письмо в адрес Федеральной антимонопольной службы и организовала сбор подписей недовольных жителей Якутска. Только за два дня петицию подписали больше 800 человек. Такое наблюдалось и раньше. Вот в сезон, в летний сезон и в новогодние каникулы цены всегда скакивают. А вот в этом году вообще в три раза выросли. В этом году вообще субсидированных билетов нет. В Республиканском министерстве транспорта сказали, что дешевые субсидированные билеты на самом деле были, но быстро закончились. А вообще цены на перелет устанавливают перевозчики. И повлиять на них власти региона не могут. Авиакомпаниям приходится повышать тарифы, чтобы выжить. Стоимость билетов закладывают рост цен на топливо, расходы на реконструкцию аэропортов и многие другие издержки. Наши суда, которыми пользуются региональные авиаперевозчики, они не новые, старые. Соответственно, затраты на поддержание летной годности существенно увеличены. Представители авиакомпании Якутия комментировать рост цен на билеты отказались. С начала года власти региона ведут переговоры с федеральным правительством о продолжении субсидирования авиаперевоза. Договориться пока удалось о частичной компенсации стоимости рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Проблемой занимается и республиканский парламент. Минтранс официально перед Советом Федерации обозначил, что ситуация взята под контроль. Дополнительные средства выделены, почти 2 миллиарда 600 миллионов рублей. И они как раз пойдут на то, чтобы закрыть эти маршруты. По словам спикера парламента, решение о выделении субсидий будет принято до конца месяца. Пока же республиканское управление ФАС ведет проверку по обращению жителей.